L от N – это наименьшая длина периода. Ну, понятно, что если у вас есть период в дроби, то можно и в два раза больше, и в три раза больше, сколько раз. Периода десятичного представления, то есть десятичной системы счастливей, в дроби 1N. Давайте немножко подумаем, поговорим об этой функции. Оказывается, что эффекты, которые здесь встретятся, в общем, будут и учиться, ибо значит, и уже. Эта штука намного проще. Да, я вот здесь написал десятичного. На самом деле, это, конечно, только потому, что мы с вами имеем 10 пальцев на руках, пользуемся вот именно системой счисления по основанию 10. и здесь, разумеется, такой же эффект будет и в любой другой системе счисления. Так, давайте разбираться. Во-первых, все-таки надо понимать, что необязательно здесь писать единицу разделить на N. На самом деле, здесь можно вместо этой дроби взять плюсовую дробь, где M и N – это числа взаимно простые. Вот это уже, на самом деле, хочется объяснить. Ну и заодно хочется объяснить вообще, в принципе, как считать эту самую функцию L. Поехали. Что такое дробь 1 третья? Это 0 целых 3, 3, 3, 3, 3, 3 и так далее бесконечности. Замечательно. Что такое дробь 1 вторая? Это 0 целых 5 десятых. И дальше вот так вот, бесконечности. Что такое 1 пятая? Это 0 целых 2 десятых и так далее. Давайте посмотрим, что такое 1 шестая. Так, ну вот, здесь уже надо считать. Наверное, и так надо считать. 1 шестая – это то же самое, что… Посчитать 10 шестых и сдвинуть. 10 шестых – это то же самое, что 5 третьих. Согласны? 5 третьих – это 1 целая и еще 2 третьих. О! А 2 третьих – это подряд шестерки. Подряд шестерки. Так, теперь давайте себе зададим такой вопрос. А вообще, для любого ли числа n существует самая величина l от n? И, что называется, как ее понять? Что это на самом деле такое? Для того, чтобы, значит, это сделать, лучше всего представить такую штуку. Вот, если хотите записать какое-нибудь число в виде периодической дроби, то полезно понимать, ну, давайте, что-нибудь такое. 0 целых, дальше какой-нибудь период. 142 857. Вот, давайте возьмем такую дробь. 142 857, 142 857 и так далее, и так далее, и так далее. То есть, глядите, понятно, что можно разбить это на такие вот куски по 6 цифр и записать следующим образом. Только я для краткости число 142 857 обозначу буквы а. Это будет а разделить на 10 в 6 степени, плюс а разделить на 10 в 12, плюс а разделить на 10 в 18, а разделить на 10 в 24, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. Значит, если я хочу понять, как записать в виде обыкновенной такую вот десятичную дробь, то я должен просто-напросто вынести а за скобку и найти сумму такой бесконечной геометрической прогрессии. 1 делить на 10 в 6, 1 делить на 10 в 12, 1 делить на 10 в 18, и так далее, до бесконечности. Дальше два варианта. Либо в школу ходить, и в 9 классе просто пишут формулу, с чего это равно, либо быть, не знаю, там, умным 7-классником. Давайте, метод умного 7-классника заключается в следующем. А разделить на 999999 умножить на, смотрите, что, 0,999999, это мы написали, потом еще то же самое написали, потом еще то же самое написали, и так далее, до бесконечности. А это что за число? 1. Это 1. Не почти 1, это ровно 1. Это ровно 1, ребята. Получается, а делить на 1. 999999. Вот такая вот идея, значит, если не суммировать диаметрическую прогрессию, а все-таки, если суммировать диаметрическую прогрессию, давайте я на всякий случай напишу. Есть такая великая формула. Если фу, это число, которое поможет уменьшить единицы, то вот в таком бесконечном выражении слагаемые стремятся к нулю. Ну, давайте остановимся на некотором месте. Легко проверить, что это будет единица минус q в степени n плюс 1 разделить на 1 минус q. Это просто формула из алла. Объясняю почему. Если вы на 1 минус q умножите обе части и раскроете, то у вас там все помочтожается. Посмотрите, на 1 минус q умножаешь, единица превращается в 1 минус q. q превращается в q минус q квадрат. q квадрат превращается в q квадрат минус q q. q в q минус q четвертый. q в n превращается в q в степени n минус q в степени n плюс 1. И, значит, вот они все уничтожаются, остается только самое первое, а не самое последнее. То есть как раз вот так. А дальше идея. Стремим n к бесконечности. Тогда это постоянный человек, постоянный человек, постоянный человек, а вот это будет стремиться к нулю. Значит, при стремлении n к бесконечности, это стремится к единице делить на 1 минус q. Какое отношение это имеет к тому, что я здесь сказал? Самое первое. Роль q играет 1 миллионная. Смотрите, я когда 1 миллионную выношу за скобку, то у меня так получается. а разделить на 10 в 6 умножить вот такую сумму. 1 плюс q плюс 2 квадрата. А это мы уже посчитали. Это единица делить на 1 минус q. q это у нас 10 минус 6, да? Вот. Перемножая знаменатели, получаем как раз здесь выражение 10 в 6 минус 1. Таким образом мы с вами получили чрезвычайно важное правительство. Если у нас есть чисто периодическая дробь. Ой, кстати, а все знают, сколько будет 142 857 разделить на 999 999. Будет 1 седьмая, да? Вообще-то это 1 седьмая. Давайте я зафиксирую ситуацию. Если у нас есть любая чисто периодическая дробь, которая имеет вот такой вид ноль, дальше какие-то n цифры, и вот это число, это некоторое число а, потом еще такое же число а, потом еще такое же число а выписано, каждый раз про n цифры, и так на бесконечности, то это то же самое, что а деленное на 10 в степени n минус 1. Так, единственная проблема. Я здесь написал g, m, n. Можно я здесь напишу k? Чтобы не путалось. Итак, пусть у меня есть k-значное число, которое повторили бесконечное число раз и написали спереди 0, тогда это выражение, это вот в точности то же самое. Если я хочу, чтобы это выражение было равно какой-то дроби, то, смотрите, вот это несократимая дробь. Когда существует такое а, чтобы все это выполнялось? Очень просто. Чтобы несократимую дробь можно было представить в таком виде, нужно подобрать k так, чтобы 10 в степени k-1 делилось на n. Если для некоторого натурального числа n вы можете найти такое число, услышите, пожалуйста, это очень важно, это называется правило перевода из периодических десятичных пробей в мгновенное и назад. То есть, если для некоторого натурального n есть такое k, что 10 в степени k-1 делится на n, то в таком случае вы можете написать, ну просто-напросто вы напишите, вместо делится, вы напишите такую штуку, вы напишите, что это n, не знаю, l, да? И тогда дробь вы запишите таким образом. То есть, знаменателе будет n, l, в числителе будет m, l. И вот это самое n, l, это будет как раз 10 в степени k-1, а m, это и будет число a. И все будет хорошо, согласны? Отлично, уговорим. Теперь осталось понять, для каких чисел такое k существует, а для каких k не существует. Вот если n число четное, то не существует. Если n делится на 5, то тоже очевидно, что такого не бывает. Значит, в любом случае надо потребовать, чтобы n не делилось ни на 2, ни на 5. Теорема для всех чисел взаимно простых с числом 10, такое число k существует. Вот, ребята, я понимаю, что мог бы сказать, что вот там, это должно быть вам известно, любой человек, кто занимается, ребят, или отниматель должен это знать, и так далее. Я специально сейчас подробно рассказываю эту теорему, потому что она чрезвычайно важна. В том или ином виде она очень-очень часто встречается, потому что невозможно заниматься арифметикой, не понимая эту вещь. Итак, корео, есть, у нас есть любое натуральное число, натуральное число подключается вот так, n, это 1, 2, 3, это множество натуральных числа, это такой принадлежит. и при этом n, то есть n не делится на 2 и n не делится на 5, то существует такое число k, для которого 10 в степени k-1 делится на 1. То есть, если вам дали дробь, у которой знаменатель не делится ни на 2, ни на 5, ну, естественно, правильную дробь, то есть никаких там целых не должно быть, вам не могут дать там 12 седьмых, потому что ее нельзя записать в виде 0 и запитая. А вот если вам дали дробь между нулем и единицей, и знаменатель, взаимно просто, с числом 10, то она не может быть записана как чисто периодическая дробь. Давайте я докажу эту теорему. на самом деле можно по-разному, но такое вот самое, что называется, простое доказательство, которое вообще ничего не требует, звучит следующим образом. Рассматриваем числа 1, 10, 10 в квадрате, 10 в кубе, 10 в четвертой и так далее, 10 в степени n. Я выписал всего n на одно число. На самом деле, можно было даже на одно меньшее выписать, потому что все равно все получилось. Важно, что ни одно из этих чисел не делится на n. Слушайте, а давайте, давайте я их не буду писать, не буду их все. Их n штук, правда? Их n штук, n чисел. Ладно, буду же n штук. Всего n чисел. Почему ни одно из них не делится на n? Так, ну, единственное, я здесь должен написать n больше единицы, когда формально теорема верна и для единицы, потому что для единицы достаточно просто в качестве k тоже взять единицу, и для единицы можно единицу взять, но пусть у меня n больше единицы. Итак, n чисел ни одно не делится на n. Понятно почему? Потому что число n имеет какие-то простые множители, а раз там нет двойки пятерки, у нас есть какие-то другие. Здесь их как раз нет. Значит, на n ничто не делится. Сколько всего остатков от деления на n, кроме нуля? Ни нулевых остатков сколько? n минус 1. Да. Ни нулевых остатков от деления на n на n ровно n минус 1. А, ребята, это очень важная вещь. n минус 1 меньше, чем n. я выписал больше чисел, чем остатков. Значит, какие-то два числа дадут обязательно один и тот же остаток. то есть будет верна такая штука. 10 в какой-то там степени и 10 в какой-то там другой степени дадут один и тот же остаток при делении на n. То, что дает одинаковый остаток, пишет вот так, называется сравнимо. Обозначение придумал Карфердер Гаусс в 1801 году. У него вышла замечательная книжка о фактических исследования и там это обозначение уже было 10 в степени а и 10 в какой-то другой степени дают один и тот же остаток при делении на n. А значит, когда вы из этого числа вычислить это, то результат будет делиться на n. Замечательно? Значит, выносим 10 в степени а. Получается, 10 в степени к минус 1 делится на n. Вот и все. Получилось, ведь у нас n взаимно просто с числом 10, поэтому на самом деле можно отбросить все равно простые множители числа n это не двойка и не пятерка. Значит, 10 в степени к минус 1 делится на n, теория доказана. Таким образом, когда вас интересует разложение дроби, у которой знаменатель взаимно прост с числом 10, то на самом деле вас интересуют вот такие вот числа n. Правда, вы мне скажете, а что делать, если знаменатель содержит в себе или двойку, или пятерку. А также, помните, я одну шестую писал? Я сказал, как запишем одну шестую? Одна шестая это десятая часть от десяти шестых. Правильно? Так вот, а 10 шестых это уже пять третьих. И там уже знаменатель взаимно прост. И в общем случае так же. Если вам дали какую-то дробь и там есть знаменатель взаимно простой, а еще есть два в какой-то там степени и еще есть пять в какой-то там степени. Очень простая вещь. Вы умножьте эту дробь на 10 в степени максимальная из вот этих чисел. Тогда все сократится, это перейдет в числитель, ну а запятую потом подвинете. То есть произойдет такая вещь. Вместо чисто периодической дроби будет дробь с предпериодом. Я уже показывал. Одна шестая типичный пример дроби с предпериодом. Понятно, да? Поскольку предпериод это не так уж и интересно, то на самом деле, повторяю, нас интересуют такие вот числа в к. Что я сразу об этих числах могу вам сказать? Смотрите, если у вас есть некоторое конкретное число n, то таких чисел в к будет бесконечно много. Понятно, почему. Потому что если 10 в к дает остаток 1, то 10 в степени 2k, 10 в степени 3k и так далее тоже дает остаток качества. Объясняю. Представьте, 10 в к минус 1 делится на n. Тогда что такое 10 в степени 2k минус 1? Ну, радость квадратов. Это 10 в степени k минус 1 умножить на 10 в степени k плюс 1. Ну, замечательно, вот это 9 знает. То же самое с любой степенью. Если у вас есть 10 в степени ск, то вы говорите, что это будет 10 в степени k минус 1 умножить на, тут выражение будет подлиннее, 10 в степени k умножить на s минус 1 плюс 10 в степени k умножить на s минус 2 плюс и так далее и так далее и так далее плюс 10 в степени k в степени можете проверить так оно и будет. Ну, и соответственно, вот, если это делится на n, то и делится. И очень-очень важная вещь. Если среди всех чисел k, для которых выполнена вот эта вот делимость, вы возьмете самое маленькое, давайте его обозначим какой-нибудь буквы, скажем, буквы r. r это самая маленькая, маленькая из всех таких натуральных чисел, из всех таких чисел, для которых 10 в степени r дает остаток 1 в течение до n, Вот. То тогда любое число k обязано нацело делиться на r. Давайте объясню, почему это так. Это тоже крайне просто. Ребята, потому что представьте себе, что у вас есть какая-нибудь такая штука, и при этом вы знаете, что 10 в степени r на самом деле тоже делится на n. И при этом r была самая маленькая, значит, r у нас будет меньше, чем k. В таком случае я могу сделать очень простую вещь. Ну, хотите, я могу, касса остатком поделить на r. Хотите, я могу сделать так, я могу взять разность этих чисел, если они оба делятся, то и разность делится, и написать, что 10 в степени k минус 10 в степени r делится на n. А что это такое? Это 10 в степени r умножить на 10 в степени k минус r минус 1. Отлично. Это делится на n. n взаимно просто числом 10, поэтому это нужно отбросить. Получается, что если k хорошее, то и k минус r тоже хорошее. Но еще r личным, еще r личным и так далее, это и называется разделим с остатком. Если остаток будет не нулевой, то он будет меньше, чем r, и получится противоречие с тем, что r была самая маленькая. Ну, а если r была самая маленькая, то тогда остаток будет нулевой, что и соответствует ситуации, что k нацело делится на r. Кстати, это можно было то же самое объяснять периодов. Значит, идея такая, вот r это наименьший период, да, если у вас есть чисто периодическая дробь, то, смотрите, вот если вы ее сумели записать с некоторым периодом, вот он период, 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 и у нее есть самый маленький из возможных периодов, то самый маленький период на самом деле целое число раз укладывается в любом периоде. почему? А потому что если у вас есть два периода, ну это называется алгоритм кивклида, то тогда, когда вы берете остаток отделения одного периода на другой, он тоже будет клин. В общем, подумайте, как-то, если у вас все эти отрестия на самом деле одинаковые, и эти отрестия одинаковые, то почему, если он самый маленький, это возможно, почему он должен укладываться, потому что иначе была бы проблема с остатком глобу тоже берем. Ладно, в общем, это все понятно.